Всем огромнейший привет! Сегодня у меня будет немного странное видео. Буду снимать с рук. Давно уже так не снимала, поэтому не знаю, как получится. Но все равно хочу снять покупки, которые у меня приключились. К сожалению, они все-таки приключились. Несмотря на то, что я бью себя по рукам, стараюсь не смотреть видео о распаковках. Особенно распаковка с Алиэкспресс, потому что обязательно что-нибудь туда залезешь, да и возьмешь. Но вот эта покупка была одна из самых нужных. Так как я увлеклась созданием брелков из натуральных камней, и у меня закончились вот эти карабины. Карабины хорошие, удачные. Я их заказала на сайте. Ссылочки, кстати, на все товары, естественно, я оставлю в инфобоксе. Если что-то кому-то нужно, то заходите и смотрите. И я взяла такие карабины в этот раз. Хотя, мне кажется, нужно взять что-то все равно посветлее. Помните, я искала вот такой карабинчик, даже не такой, а серебряного цвета. У меня было античное серебро, карабинчик остался. Но вот, оказывается, я такие заказала. Все карабины пришли вот в пакетиках, все по 10 штучек. У меня получилось три варианта бронзы. Понравилась мне вот эта чудная рыбка. Кстати, она чуть поменьше, чем все остальные карабины, изящнее. Хорошенькая, хорошенькая, ничего не могу сказать. Вот эти три карабинчика одного типа, только разных цветов. Значит, бронза, золото, золото тоже особо нигде не найдешь. И ганметал, оружейная сталь. Я взяла с собой еще вот такой вот брелок. Я стала делать из коралла. Вот это древний коралл натуральный. Я стала делать брелок, используя именно его. Далее кристаллы. Ну вот это вот 4-х миллиметровые фа-полыщ, которые идут уже в окончательной обшивке. Я еще не закончила. Я думаю, что здесь тоже проставлю кристаллики. Возможно, вот эти вот, которые участвовали в обшивке самого кабошона. И соответствующий взяла бисер. Здесь такой чуть-чуть под бирюзу бисер. Такой бирюзово-голубой. И бисер вот в стиле Пикассо, который прокрашен. Так же, как вот эти кристаллы. То есть наполовину прокрашены. К сожалению, освещение сейчас у меня минимальное. То есть вот лампочка над столом. Возможно, оно будет искажать цвета. По факту это чуть светлее. Ну ладно, это не суть. Я еще буду заканчивать. И я оставила специальное место для карабина. Вот не знаю, какой карабинчик сюда подшит. Серебро, наверное, нет. Черный, наверное, тоже не очень смотрится. Желтый. Вот это золото. Скорее всего, очень яркий карабинчик. Может быть, один из бронзовых. Ну, а может быть, потому что это коралл. Может быть, сюда и рыбку сделать. Вот рыбка тоже неплохо, как вы считаете. Чтобы вы сюда пришили. Естественно, я взяла бисер. Потому что, попробовав бисер с Алиэкспресс, я поняла, что он достаточно неплохой. Свою задачу он решает. Он приличный, ровный. И можно что-то даже плести. Ну вот, надо взять еще розовые бисеринки. Взяла я голубой. Взяла нежный цвет. Зелененький. Радужное покрытие. Видно, как оно сверкает. И на пробу я взяла пятнашечку. Это пятнашка. Металлики. Это матовый металлик. Это блестящий. Под бронзу. Вот это темная бронза. Может быть, даже где-то... Может быть, они под золото это писали. Ну, пусть будет под золото. Ладно, это матовое золото. Чуть светлее, чем камера показывает. Потому что света не хватает для камеры, наверное. И взяла вот этот металлик под никель, который жутко-жутко дорогой в хорошем качестве бисера. То есть у Тоха есть 711 номер. Похожий цвет. Даже, наверное, не у Тоха, а у Миюки 190. Вот похожий цвет. Он дорогущий, конечно. Этот подешевле. Так что бисер попробую. Посмотрим, будет ли он облезать. Потому что в бисере это важно. Но я рада, что такой. Еще я заказала вот эти колечки. Потому что говорила о том, что порой колечки очень нужны для замочков. Допустим, карабины, чтобы закрывать можно было. И они нужны разных размеров. И я взяла миксы. Меня удивило то, что пакетики пришли мокрые. Когда я их стала доставать из упаковки, то видите, даже они настолько намокли, что все, что здесь было напечатано, оно все размылось. То есть вообще непонятно, что здесь было. Не знаю, почему они мокрые. Где они там под дождь могли попасть. Вообще непонятно. Интересно, когда приходят посылки смешанные, объединенные в одну посылочку несколько, то мне уже второй раз приходит в таком пакете, который завернутся в такой огромной дырище, что я просто удивляюсь, почему оттуда ничего не вываливается. Эти упаковочки, они настолько там мелкие, можно руку просунуть и оттуда просто вытащить то, что там лежит. Ну, в общем, люблю китайцев, веселые они. Я вынула эти колечки несколько из пакетиков, для того, чтобы можно было посмотреть на качество этих колечек. Те, которые помельче, они идут 100 штучек. И те, которые покрупнее, там 50. То есть 100 и 50. В принципе, качество хорошее. Вот здесь такие граненые, даже камера не фокусируется на этих гранях. Такая лазерная резка. Все колечки разъемные. В принципе, их можно открыть. Достаточно толстенькие. Ну, вот, не хочет фокусироваться. Очень блестящий. Вот, ну, чем, так сказать, больше колечко, тем оно кривее. Но эти даже можно использовать при составлении каких-нибудь колье, бус. Ну, разнообразные могут быть. Даже в сережках можно использовать. В общем, я подумаю. Я специально взяла именно миксы, потому что, ну, как бы мне не нужно, 100 штук и 50 штук одного цвета. Я думаю, что мне миксов вполне хватит. Поэтому на пробу я их взяла. Но считаю эту покупку очень удачной. То есть, вот это хорошая покупка. Эти следующие покупки чистой воды импульсивные. Это я насмотрелась канал Татьяны из Израиля. Ее канал называется Фанни Диайвай. И она показывает очень часто покупки из Алиэкспресс. Соответственно, дает характеристику своим товарам. И мне понравилось то, что они действительно хорошего качества. Вот эти переходнички в виде клевера. Я взяла и в серебряном цвете, и в бронзовом цвете. И также бусинки. Вот это стеклянные граненые бусины. Единственное, что вот какая-то бусинка-скол тут. Вот, по-моему, именно это. У отверстия. Мне кажется, его видно. Но так бусины на самом деле не самые дешевые. Их всего лотит 10 штучек. Цвет такой интересный. Я думаю, что составлю какие-нибудь бусики. Она просто так красочно рассказала о них. Что я впечатлилась. Я сразу же представила себе, какие бусы можно сделать. Поэтому я тут же купила вот эти переходнички. Так что спасибо Татьяну, что называется. Кстати, по ее же наводке я взяла и вот эти цветочки. Фурнитурные цветочки. Значит, здесь они в двух цветах приходят. В таком серебряном цвете и в бронзовом цвете. Я увидела эти цветочки как застежки на браслетах. Если делать узкие браслеты и, допустим, не использовать фурнитуру, а делать петелечку, скажем, бисерную, то можно воспользоваться этими цветочками как пуговками. Для того, чтобы можно было застегивать браслетики. Ну, я так же, как и она, любительница всяких криволик. Вот, чем кривее, тем милее. И вот эти еще подвесочки я взяла. Они идут лотом 10 штучек в пакетике. Так, пришли. Очень хорошая проработка. Детальная такая, изящные штучки. Я думаю, что их можно будет и в вышивке использовать. Также бисером и присоединяюсь куда-нибудь. Сама форма мне нравится. Решила попробовать. Взяла для пробы эти цветочки, подвески. И, по-моему, это все, что касается Алиэкспресс. Больше с Алиэкспресс у меня ничего не пришло. Хотя есть заказанные товары еще. Они идут, и я вам покажу тогда, когда они дойдут. Но я еще заказала посылочку из Красноярска. Я уже рассказывала о сайте Натальи, у которой есть группа ВКонтакте. Она называется Фурнитура, бусины и что-то еще. Вот сейчас не могу точно вспомнить. Ссылочку оставлю опять под видео. Сможете посмотреть. Я взяла у нее опять камешки, ну, немножко. И немного бусин. Хочу их тоже показать. Искала я бусины, которые бы имели эту форму. То есть форму риса или форму капелек. Вот я нашла у нее из стеклянных. Это топаз. Это за ниточку. Здесь ниточки 72 штуки. Сами рисинки не очень крупные. 6, по-моему, на 4 миллиметра. Ниточка топаз стоит 100 рублей. А ниточка изумруд стоит 120 рублей. Мне нужны были вот именно такой формы. Совершенно небольшие бусинки. И я очень рада, что я их нашла на сайте у Наташи. Также я взяла капельки. Вот это то, что я нашла из капелек. К сожалению, здесь были только остатки. Очень красивый сапфировый цвет. 27 штучек оставшиеся. Наверное, я все взяла. Вот по цене 2 рубля штучка. В виде подвесок даже привесить какую-то капельку и на подвеску, а также на сережки. Очень порой не хватает. Ищешь и никак не можешь найти. А эти капельки из натурального коралла. Они не дешевые. Они очень маленькие. Кстати, эти капельки 5 на 2,5 миллиметра. На камере, естественно, они выглядят покрупнее. На самом деле они очень-очень мелкие. И если бы их, допустим, я уже себе представляю, если бы взять большое такое количество, чтобы их много было, и привесить так, чтобы они прям гирляндами свисали, было бы вообще красиво-красиво. Ну вот они стоят 150 рублей. Небольшая ниточка. Еще я брала у нее такие бусины. Вот это бусины натуральный древний коралл. Встречается прям с удивительным рисунком. Хорошие бусины. По 20 рублей штучка. Я взяла 10 штук, потому что я перед этим брала у нее тоже 10 штук. Но я думаю, что 10 штук это мало для чего-нибудь. И вот эти тоже коралловые бусины. Они называются лакированный шлифованный коралл. 12 миллиметров, 13 рублей стоит одна бусинка. И очень красивая. Вот у них такая структура, как будто они сделаны из папье-маше. Хотя, ну, чувствуется, что это натуральная бусина. Я сожалею, что сейчас освещение не очень. И, конечно, вряд ли вы видите то, что вижу я. На камере я вижу, что передается более в красный оттенок. Они более оранжевые. Такую рыжину. Здесь больше рыжины в реальности. И точно такую же подвеску похожего цвета я взяла. Вот эта подвесочка прям один в один. Ну, правда, чуть оранжевее, чем на самом деле здесь показывает. Она шла, как кораллов в конгломерате. То есть кусочки коралла в какой-то заливке. Мне понравилось. Симпатичная. Но не маленькая. Среднего размера. Не маленькая, не крупная. Я думаю, что сюда очень интересный подойдет какой-нибудь жгутик плетеный. И в сочетании с этими бусинами будет красивое украшение. Летнее, яркое, солнечное. Также я у Наташи взяла несколько каменных бусин и подвесок. Очень интересный. Вот это кружевной агат. Какой интересный. Расцветка у него прям супер. Вот классный-классный. Прям обожаю. Очень мне понравился именно этот агат. Кроме этого кружевного агата, такой более желтый. Здесь тоже кружевной агат, но в коричнево-красных оттенках. Тыльная сторона даже мне нравится очень. То есть она здесь достаточно контрастная. Прям можно использовать именно тыльную сторону. Можно, конечно, подвесить так, чтобы агат носить и с этой стороны, и с этой стороны. Так, что еще из агатов? Вот еще агат вот такой. Я все смотрю на агаты, которые можно использовать как рыбки. Опять тыльная сторона гораздо интереснее лицевой. Согласитесь, да? Лицевая сторона вот такая, а тыльная даже с глазками. Чудесная получилась бы рыбка. Ну, можно подвесить и так тоже. То есть все зависит от того, какую цель преследовать. Рядом с этими агатами лежат подвески тигрово-соколиного глаза с хорошей ирезацией. Здесь переход от соколиного глаза, такой серый оттенок, более в тигровый, рыжий. А здесь в основном соколиный глаз. Вот видно, что у него ирезация синяя, синяя-голубая и только полоса проходит, наверное, тигрового глаза. А вы знаете, что тигровый соколиный глаз нельзя держать на солнце? Эти камни теряют свою ирезацию, они как бы выцветают и остается только цвет самого камня. То есть он будет либо серый, такой темно-серый, либо он будет рыжий. А вот эта красивая ирезация, красивый блеск камень потеряет. Поэтому не держите соколиный тигровый глаз на солнце. Из подвесок, который в металле, аммонит. Здесь красивый, такой правильный аммонит. И артоцерас, тоже очень неплохой экземпляр, четкий. Довольная я камнями, мне очень понравилось. Это у меня тоже бусины древнего коралла. Взяла одну с темным рисунком, одну со светлым рисунком. И вот взяла аквариумный кварц первый раз в жизни. Что такое аквариумный кварц? Вы мне скажите, пожалуйста, кто знает. Но смотрится интересно. Если будет украшение с каким-то смыслом, то этот аквариумный кварц тоже может заиграть. Такой забавный. Не знаю, что это такое. Надо будет почитать в интернете, наверное. Красное. Еще пока не успела этим заняться. Это то, что касается камней. По-моему, я все показала. Но может быть, что-то забыла. А, вот что еще я забыла. Опять блестящий. Опять буду показывать. Неизвестно, как оно будет все это смотреться. Но я взяла еще крошку лабрадора. Лабрадор хороший. Видно, прям очень эризирующий. Вот какие-то прям вообще просто мелкие, но очень эризирующие. Ну, по-разному. Есть которые светленькие. Понравилась мне эта крошка. Очень неплохая. Нитка 80-90 сантиметров. Стоит 375 рублей у Наташи. И, как всегда, она мне прислала подарок. Она в каждый свой заказ кладет подарок. В этот раз мне попались такие бусинки. Желтенькие, оранжевые. Красивые бусины. И даггеры. Вот если видно, вот здесь прозрачные. Может быть, очень светло-светло-желтенькие. Вот такая красотень. Можно завершать ими шнурой, например. Прикольные яркие бусинки. Похоже на крупный-крупный бисер. Вот это прям как, даже не знаю, тройка, что ли. Может быть, четверка. И еще хотела сказать, что Наталья в прошлый раз присылала такой замочек. Я заказывала. И оказалось, что от этого замочка она мне прислала вторую часть. Одна часть с дырочкой, а вторая просто квадратик. И я получила два квадратика. Вот в этот раз она мне дослала просто для того, чтобы у меня были комплекты. Совершенно бесплатно прислала мне исправленную свою ошибку. Очень приятно, за что и огромное спасибо. На этом я буду завершать свое видео о покупках. Я прошу прощения, если оно было нестабильным, темным. В общем, всяческим. Каким не следовало ему быть. Просто хотелось быстро поделиться тем, что я купила. Потому что время идет и покупки уходят на задний план. Будем теперь из этих вещиц что-нибудь творить. Если вы хотите поддержать канал, то подпишитесь, пожалуйста. Потому что сейчас у меня совершенно другой направленности видео. И я как бы с нуля начинаю. Поэтому я вас прошу поддержать меня подпиской. Каким-нибудь комментарием под этим видео. И, естественно, оценкой. Огромное спасибо, что заглянули ко мне сегодня в гости. Всем желаю прекрасного творческого настроения. Здоровья. И до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok